Разумевается, человек устраивает свой родственник на теплой местечке, ничего не делает, и получает за это дело зарплату. Так ведь? По-русски, если говорить. И на это мы хотим и спешить. Возможность засуществления реквендации родственников. Ну а, с чего вы взяли вообще, что родственные отношения в данном случае дают какие-либо преимущества? История показывает, что родственники часто бывают намного более строгими судьями, чем посторонние люди. Еще в древнем риме консул Манли Таркват издал приказ по армии, запрещающий любому солдату выходить из строя и ввязываться в стычки с неприятствами. Его сын нарушил этот приказ, одержал победу, принес трофей. Консул приказал казнить своего сына, чтобы утвердить торжество закона и чтобы подчеркнуть, что родственные отношения в данном случае работают против нарушителей этого закона. Аналогичные примеры были в русской истории. Царь Петр I казнил своего сына за то, что он выступал против политики царя Петра, против прикоров, которые в России производились. Дети членов Политбюрова, все поголовно воевали, воевали абсолютно на разных основаниях. У Сталина сын попал в плен, и он отказался его обменивать на фашистского фельдмаршала, хотя он был всего-навсего лейтенантом. Второй сын воевал, был в боях, получил боевые ордена. У всех других членов Политбюрова тоже дети воевали, и некоторые погибли. Аналогичную историю мы можем иметь из современной истории России, где дети высокопоставных людей защищали свою страну, и никто им не говорил, что ты же родственник, как же ты можешь идти на государственную должность, офицера там или еще кого-нибудь. Родственники могут быть источниками коррупции, когда они ничего не делают, когда это непотизм и коррупция в чистом виде. Но они могут быть и то, о чем говорил мой коллега Вячеслав Полотин. Когда с родственника спрашиваешь, три шкуры берем, потому что они самые близкие, самые доверенные, и другому человеку мы так доверить не можем, и спросить с него так не можем. Но именно для того, чтобы сказать эти слова, я свою жизнь увольняю сейчас, чтобы мне потом не сказать, что это я ее лично защищаю. Да, она со мной 10 лет проработала, мне это обидно, но я это переживу. Здесь дело в другом. Тут дело в том, что мы вводим запрет на профессию на основании такого интересного свойства, как родственные отношения. У нас запрещено преследовать людей за расовую принадлежность, за не тот разъезд глаз, за национальность, за то, что социально-классовая принадлежность не та. А вот за родственные, получается, у отдельных категорий работников мы вводим Беровскурботом в Западной Германии запрет на профессию. Замечательно, давайте это убедем. Я подержу.